Семью, народ, с вами Сильвес. Я добрался до Tron & Liberty и делаю первичный обзор. Почему первичный? На это есть несколько причин. Первая причина игра сейчас на Корее. На Global она выходит в этом году, ее будет локализовать Amazon. Вот, и так как она на Корее, у нее дикий пинг. Да, я знаю, что есть программы по типу ExitLag, которые уменьшают, скажем так, latency и так далее, но даже с учетом них и использования этих самых программ, пинг не позволяет играть в полную силу. Ну, для примера, для тех, кто играл в TL, банально, есть квест на паркур на 27-м, по-моему, левеле. Его без нормального пинга не пройти, потому что в дальнейшем я буду объяснять некоторые моменты. Вот, а вторая причина тоже связана с тем, что это корейский сервер. Вы сейчас, по сути, в России аккаунт корейский создать можете либо через каких-то там сторонних лиц, либо если купите его на каких-либо площадках. Я вот покупал на FanPay, FanPay является спонсором моего канала, я ему доверяю, и, собственно, можно там закупиться. Но никто не застрахован от того, что кореец, который этот аккаунт продал тому, кто продал этот аккаунт вам, не вернет его или, наоборот, не случится какая-то проблема, которая случилась у меня. У меня вот, допустим, номер телефона потребовало, и все, я не могу зайти на аккаунт, качнулся я до 30-го, и, как бы, этого мне вполне хватает для того, чтобы объяснить вам, что это за игра и решить что-то для себя. Что я решил для себя, буду говорить в конце ролика, а что вы решите для себя по моему первичному обзору, вы напишите, пожалуйста, в комментариях. Садись, возьми чуть-чуть пожрать, чаечек, обзор будет не быстрым и недолгим, по большей части субъективщина от человека, который просто задротит в ММО и хочет найти адекватный проект. Поехали! Начнем с боевой системы или классов. Классов, кстати, нам не завезли в игру, у нас есть оружие. По два активных оружия ты можешь таскать, у каждого оружия по 9 активных скиллов и по 7 пассивок. Одновременно на 50-м левеле на капе ты можешь поставить 8 пассивных заклинаний, ну, пассивных скиллов, скажем так, называются они скиллы. По факту это пассивки, которые могут увеличивать тебе ману, увеличивать урон от огня, увеличивать урон от клинковых оружий, давать продление дот и так далее. Много разных пассивок, но у каждого активного оружия есть по 7 пассивок, среди них ты 2 оружия комбинируешь и 8 пассивок выбираешь. Соответственно, 14, 8 из этого, остальные 7, получается, будут неактивны. 6. И это прикольная тема, но как будто бы интерфейс не позволит вместить все 9 скиллов каждой пушки, поэтому придется выбирать и ставить какой-то некий билдец делать. То есть, допустим, если ты будешь играть, как я, через мага с огненным стафом и вандом, который является саппорт-пушкой, можно будет засейвить себе лечение, по большей части бурстовый урон от палки и пожертвовать какими-то дебафами. То есть, если тебе в момент в какой-то нужно наносить больше урона или, например, нужно будет саппортить, хилить своих союзников, ты можешь под это подстроиться. Это замечательно, но все-таки активных скиллов не хватает. Да, это не 3 плюс 3, как в New World, это уже 10 активных панелек, плюс у тебя есть блок на кьюшечку довольно интересный, плюс у тебя есть скилл Гвардиана твоего. Это ультимативка, которая используется не часто, но дает очень сильный прирост. Одна из первых ультимативок — это превращение в какую-то жесткую ебаку. Это вот как раз про квест, который я вначале говорил. Несомненным плюсом является то, что ты можешь оружие при прокачке этого оружия, когда ты им дерешься, когда ты используешь заклинание этого оружия, ты можешь его прокачать в определенную ветку. Ну, к примеру, у стафа есть ветка дистракшн, которая будет давать тебе просто доп. урон, есть ветка инфиблинга, которая будет давать возможность больше дебафать доты, то есть горение будет дольше висеть и так далее. Есть ветка статов, то есть если у тебя вторая пушка, к примеру, не используется, да, ты можешь между ними переключаться, но ничего не мешает тебе использовать скиллы, допустим, того же Ванда в сочетании со стафом, не беря в руки Ванд. Это стоит учитывать с учетом того, что если ты играешь на милишных оружиях, то, естественно, тебе придется переключиться на дегера, чтобы ударить этим спеллом. Вот. Система топ-таргет здесь интересная, но, к сожалению, она разбивается об то, что все активности здесь, они, как правило, зерк, зерк типа. Ну, то есть сейчас на экране вы у себя видите банальные выполнения каких-либо активностей в толпе, пвп в толпе, и все оно здесь в целом на хай-левеле такое. То есть личный скилл здесь, ну, не сказать, что не будет учитываться, но в любом случае, если вы играете в гильдии, а без гильдии вообще здесь никуда, это максимальная мммшная ммшность корейская, вы здесь везде будете бегать в толпу. Фарм каких-то предметов в толпу, захваты замков в толпу, захваты узлов в толпу. Это интересно. Касаемо боевой системы, в целом ставлю, наверное, семерку из десяти. Хотелось бы, чтобы это было нон-таргетом, потому что с возможностями этого движка можно было сделать нон-таргет, но, к сожалению, они это почему-то не сделали. Идем далее. Прокачка. Прокачка здесь, в принципе, простая. По моим подсчетам, можно в натуре здесь качнуться где-то, ну, вот, если понимать, что делать, до капа часов за 20. Почему я этого не делал? Просто потому, что мне хочется затронуть, хотелось затронуть все аспекты игры. Ну, в принципе, я их и получил за все время прокачки. Суть такова, что вы просто идете по мейнсторе, у вас прокачивается левел, за каждый левел в наградах вы можете забрать какие-то плюшки определенного типа. Это может быть какой-то расходник, зелька, точка для брони и так далее. Суть в том, что есть система литографии, про которую я чуть позже расскажу, и на ней, естественно, большая часть всего дерьма завязана. Система литографии — это штука, которая позволяет вам грейдить свою броню. То есть, да, вы можете, вероятнее всего, вдонатиться и купить себе валюту, которой можно торговать на аукционе, местное такая, ну, а-ля Террислендовское золото, только здесь оно прямо по-другому называется, какие-то там кинары. Вспомним, да, отсылочку. Вот, но суть в том, что по большей части весь геймплей на стадии лейнинга прокачки заключается в том, что вы бегаете из локации в локации. Кстати, стоит отдать должное, здесь обалденно красивые локации, и игра в целом обалденно оптимизирована. Это тоже плюс ставлю в эту колоночку. Вот, но заключается геймплей в том, что вы будете бегать, в городах брать контракты, которых в день можно делать херову гору, плюс дают откаты. Ну, банально, за сутки вы больше 70 контрактов сделать сможете вообще изи. Контракты — это какие-то задания на локации, по сути, сайт-квесты, которые дает определенный вендор. У него за эти же сайт-квесты вы получаете определенные какие-то токены, за которые можно купить определенные вещи. То есть, опять же, точки или броню. Но! Вся вот эта система литографии, она сделана для того, чтобы ты жестко бегал и гриндил эти самые квесты. Эти квесты просто дают тебе коробки с регами, которые делаются... Из которых, вернее, делается крафтовый шмот. И крафтовый шмот ты делаешь, если играешь без доната. Ты не можешь его не делать, потому что как-то улучшать персонажа надо, прогрессия будет такова. За эти задания дают хренову гору опыта, можно спокойно нагринживать себе левел. И, так как это Корея, надеюсь, на глобале такого не будет, хотя, вероятнее всего, будет. Так как это Корея, здесь просто миллиард ботов. Ну, может быть, это не боты, конечно, но что-то мне подсказывает, что боты. Но на всех спотах, на которых я был, есть огромное количество людей в пачке, одинаково одетых, которые просто долбят мобов. Если у тебя контракт, к примеру, убить какого-то определенного моба, ты можешь просто бегать рядом с этими людьми, стукать моба по разу, и тебе этот контракт будет засчитываться. То есть, по факту, лейнинг фаза... Лейнинг фаза, да, в Лигу Легенд играю. Фаза прокачки здесь заключается в том, что ты просто фармишь контракты, дрочишь на коробочки, которые дают ресурсы, поднимаешь левел своего оружия, так как ты используешь скиллы и все это, параллельно делаешь сюжетку. Все здесь, кстати, тоже интересное, но о ней я распространяться не буду, это вы уже будете смотреть сами, потому что русского языка на Корее нету, есть английский, но не всем это удобно на английском читать. Так что да, ну прокачка в целом обычная корейская прокачка, гринделка, где нужно убить хренову гору мобов, параллельно выполняя мейнстори, где там какие-то сценические отступления, флэшбэки, встречи с какими-то нашими героями мировыми и так далее. Ну, обычная прокачка. Для тех, кто не хочет этим заниматься, они будут просто собираться в группу, дрочить эти контракты и выполнять, собственно, все эти дела мейнстори потом, потому что ты можешь взять левел с нагринженными коробками, приступить потом к системе этой элитографии и, собственно, вгрейдить себе персонажа. Ну, естественно, если ты не донатишь. Про донат буду рассказывать позже. Это отдельная хохма, которая, наверное, тоже стоит внимания, но я не буду на этом заостряться, потому что, как показывает практика, корейские игры на глобале не так в донате погрязают, как корейские игры на Корее. Ну, типа тот же Аркейдж, к примеру. Mail.ru, конечно, испортили его донатом, но на самой Корее в Аркейже было доната сильно больше. За прокачку и за стадию именно гроу персонажа я ставлю, наверное, четверку. Просто потому, что это уныло, и я точно знаю многих людей, которые просто ненавидят гриндить. Их вот посади 20 минут на одном месте, все, он блеванет. Я думаю, таких из вас тоже много. Поэтому да, стадия прокачки, она здесь вот такая. Теперь о системе элитографии. Что это такое? Это, по сути, книга, в которой есть хреново гора рецептов на то, чтобы получить следующий грейд брони. Условно, ты сейчас одет в фулл зеленку и хочешь заградиться в синьку. Для того, чтобы заградиться в синьку, тебе нужно создать из литографического списка определенный тип зеленых вещей, загрузить их в эту книгу, и тебе дадут рецепт на синюю вещь. Это не единственный способ получать синие и выше вещи, но это основной способ в данной игре, если мы говорим про игру без доната. По факту, если смотреть в корень, то есть два способа прокачки этого дерьма. Это, либо ты прокачиваешься на контрактах до 50-го, спокойненько, вообще без проблем, контракты под левел скейлятся, налутываешь хреново гору коробок с ресурсами, и потом эту литографию выполняешь. Я шел по пути выполнения литографии постепенно, то есть грейдился из зеленки в синьку и потом в фиолетку. Но логика заключается в том, что вот эти ресурсы, которые нужны для крафта определенных вещей, они с сундуков за контракты, или с мейнстори, или с сайдквестов, и, собственно, тебе нужно постоянно, в идеале, если хочешь возвышать силу своего персонажа, грейдить это дерьмо. Также минусом, на мой взгляд, нежели плюсом, в этом литографическом боксе является то, что для определенных рецептов тебе нужно скрафтить, к примеру, три головы, которые доступны в крафте, зеленые, да, условно, а четвертую голову выбить с определенного моба. И это может быть просто часы фарма для того, чтобы она выпала. У нас вот пока мы играли, один из наших ребяток фармил одного рарника, больше, типа, 20 раз он его, по-моему, убил, а у него рез в 10 минут. И учитывайте то, что здесь моба можно спиздить, то есть тут такая система, что если ты нанес по врагу недостаточного урона, тебе просто не засчитают дроп. Врагу, ну, типа, который у тебя моба этого спиздил, дроп засчитается, а тебе как бы не особо. Вот. И суть в том, что для достижения определенной цели, какой-то шмотки, которая тебе нужна, тебе мало того, что нужны ресурсы, которые нужно скрафтить из предыдущего типа ресурсов, ну, то есть зеленые, там, в синие перекрафчиваются, синие, фиолетовые, тебе нужно зачастую какую-то шпотку выбить. Ну, то есть, мне кажется, профитнее это все делать, когда ты уже прокачаешься, у тебя будет относительно сильный по скиллам персонаж, и вот бегать и гриндить. Что, в принципе, объясняет наличие просто хреналиарда людей на почти каждом споте. Они просто на 50-м левеле встают там в АФК, включают какого-то бота или присасываются к своему другу на фоллоу, и стоят, фармят определенных мобов бесконечно, пока не выпадет эта шмотка. Иного пути грейда нет. Ну, то есть, банально, для того, чтобы скрафтить синюю шмотку, тебе нужно выбить зеленую шмотку. Для того, чтобы скрафтить фиолетовую, тебе нужно скрафтить синюю и выбить еще одну синюю шмотку. И так до бесконечности. Да, опять же, все это решит донат, если ты хочешь купить себе шмотку, но, как мы уже выяснили ранее, смысла одеваться в какой-то топовый шмот, на мой взгляд, никакого, потому что активность в соло-пвп здесь минимальная, это нужно искать, арены здесь всратые, а массовое пвп, ну, 20-100 резиста от определенной стихии, тебе как бы не особо добавит профита. Ну, это, на мой взгляд, опять же. Плюс, помимо этого, в литографии ты можешь получить точки, ресурсы какие-то эксклюзивные и так далее. Система прикольная, но в сочетании с системой точек это выглядит странно. Да, ты за определенные точки точишь шмотку, и зеленую шмотку можешь влить в синюю, синюю, фиолетовую и так далее. То есть, казалось бы, система очень простая, но она завязана на гринде. Ты не можешь обойти эту систему. Я думаю, даже с донатом эту систему особо не обойти, просто потому, что тебе при покупке шмотки, конечно, не надо будет выполнять эту литографическую дичь, но тебе по-прежнему надо будет вточить шмотки. А чтобы вточить шмотки, тебе нужно выполнять контракты. Работай, сука! Естественно, то же самое, что и с системой литографии. Есть система создания определенных штук, которые точат твои скиллы. Да, тут нужно прокачивать скиллы. То есть, по факту, скилл тоже точится за определенные ресурсы. У тебя три начальных скилла зеленые, потом идут синие скиллы, и на каждый нужен свой определенный бук, своего типа. И это все, опять же, подводит нас к гринду. Из плюсов, естественно, могу выделить в этой игре довольно неплохие данжи для контента, если вы вдруг играете в пачки из пяти пиплов, довольно даже сложенные в каком-то месте. Но, опять же, они сделаны для того, чтобы ты просто пошел выбивать определенную шмотку, для того, чтобы эту шмотку влить в литографию, и сделать себе более пиздатую шмотку. Как таковых, топовых активностей здесь несколько. Одна из них это инсты, это гильдейские, скажем так, рейдбоссы. У вас в гильдии есть место для гильдии, кстати. Есть портал, в который вы можете зайти с гильдой и типа закошмарить какого-то босяку. С него, естественно, падают ресурсы. Вторая активность, которая для гильдии создана, это узлы. Вы захватываете узлы. По аналогии с захватом городов в Нью-Ворлде, эти узлы будут давать вам ресурсы. То есть, мощные гильдии будут иметь больше ресурсов для того, чтобы одеваться. Это там руда, ткань, определенные всякие штуки. Ну, то есть, по сути, я вам намекаю на то, что эта игра является исключительно зерк-пати. Здесь нужно много людей, одновременно играющих, активно играющих, чтобы кошмарить другие гильдии на определенных локациях, чтобы захватывать аванпосты, чтобы драться между собой в каких-то вариациях и чтобы за что-то соперничать. Просто по факту РМТ здесь как такового нет. Здесь все довольно просто решаемо за донат внутри игры. Ну, опять же, это на Корее. И как таковой цели в ММО здесь, ну, я для себя не вижу. Это довольно неплохой проект, но полностью я его не пощупал, просто потому, что гринд это дохера времени, а тратить время на корейский сервер и играть чисто на корейском сервере это бредятина. Скорее всего, я попробую его на глобале. Если хотите попробовать сами, то ссылочка на фанпэй в описании, естественно, есть. Можно прикупить себе аккаунт, скачать. Там же вам дадут инструкцию для экзитлага, чтобы не иметь таких проблем с пингом. Кстати, вот о проблеме с пингом. Тут нет маунтов, но тут есть различные ускорения вашего бега. То есть, если вы шифтуетесь, вы превращаетесь в форму бегового какого-то животного, да, и, собственно, бегаете. И, соответственно, также в воздухе, если вы нажимаете дабл тап пробел, то вы начинаете парить на Орле. В воде точно такая же штука с выдрой. Вот. Это что касаемо таких незначительных плюсов. По эксплору тут все тоже довольно просто. У вас есть точки интереса, которые вы посещаете. Такие камни, они открывают вам локацию, часть локации, на самом деле. На части локации у вас открываются синенькие сайт-квесты за нахождение в этой локации. Если ваша гильдия ее держит, вы получаете бонусы и так далее. Все сводится к тому, что вы должны прокачать перса, одеть перса и бегать со своей гильдой и ломать всем лица. Если вам такой контент нравится, то велкам на Корею. Если не хотите на Корею, то вместе со мной ждите глобал. Ну а теперь о общем впечатлении. На самом деле игра довольно годная, но есть пару ложек дегтя в эту бочку. Меда, скажем так. Во-первых, это пресловутый Pay2Win. Не знаю, считаете ли вы Pay2Win'ом покупку топового шмота с аукциона, но на Корее сейчас по факту можно купить фулл сет просто за донатин. Да, это обойдется в копеечку для русского игрока. Условная шмотка, по моим подсчетам, для моего класса топовая куртка условная стоит, если покупать валюту в донате, 2500 рублей. Пушка мне обойдется в 4700. и нам нужно будет купить куртку, сапоги, штаны, перчатки, голову, запястье, пояс, два кольца, две пушки и это кругленькая сумма. Есть ли смысл это покупать? Хер его знает. Есть ли этот донат и будет ли он на западном релизе амазонов? Без понятия. Но, на мой взгляд, топовый шмот здесь не даст ничего просто потому, что здесь, как я и говорил, все упарывается в социализацию. Если вы здесь без гильды, вам абсолютно нехер здесь делать. Просто даже не заходите в эту игру, не тратьте время. Хай-контент здесь исключительно мульти-пати. То есть, это дохера народу собирающихся либо пиздить босса, либо пиздить других людей в ПВП, либо пиздить других людей в ПВЕ-ПВП. То есть, тут есть режимы ПВПВЕ. И суть такова, что фактически профит от вашего шмота в толпе из 60 людей, ну, наверное, никакой, потому что вас один хер закликают и задудосят огромными спам-заклинаниями по площади. Другое дело, если 60 таких вот бибобобов будет в этом донат-сете, но тут уже все зависит от того, на какую направленность метит гильдия. Потому что если гильдия будет топовой, наверняка она будет состоять либо из жестких дрочеров-гриндеров, которые в любом случае быстрее, чем донатеры оденутся, либо вы будете просто средникой гильдии, которая урвала свой кусок хлеба. Это первая ложка дегтя. Вторая ложка дегтя это абсолютнейший всратая прокачка. Всратая не в плане того, что она какая-то скучная, а она сука сложная. Потому что мобы здесь, вот те, кто играл в классик ванилу варкрафта, поймут меня сейчас. Мобы здесь просто ебут. Они дамажат очень дохера. У тебя постоянно высаживается мана. Я до этого играл на мечнике, и у тебя 2-3 моба, и все, ты сел по мане. Восстановить ману можно у костра, либо за пойжены, которых у тебя ограниченное количество, либо как бы стой и перди. Все, хп-шечку тебе ресает моб за листики, да, вместные. Но вот, к сожалению, почему-то ману ничего не восстанавливает. Соответственно, если ты играешь на классе, на каком-нибудь субклассе, типа саппортик, тебе крайне сложно будет убивать мобов. Если на Корее еще есть споты ботов, которые тебя за это похвалят, ты просто поможешь им, ты можешь состилить, то какие-то прокачки, где этих ботов нет, на более высоких левелах и непопулярных спотах, будут занимать очень много времени, очень много гринда, и я еще раз ненавидит. К сожалению, это так. Это вторая ложка идет. И третья проблема этой игры в том, что здесь нет цели. Здесь, как и в New World, по факту, прокачивая оружие на фул, получая какие-то топовые шмотки, все, что тебе остается, это либо ждать, пока 60 юбил из твоей гильдии соберутся раз в неделю на какой-то актив, либо идти фармить с поточки, гриндить, либо играть на безрейтинговом пвп, по сути, здесь рейтингов пвп не существует, здесь существует топ по киллам, то есть киллстрики там, ты будешь в открытом мире бегать ебашить чуваков, которые тоже могут ебашиться, как бы за это ничего не получать, и как будто бы сотни часов гринда, которые привели тебя к топовому шмоту, да, немножечко обесцениваются, потому что если в Варкрафте я мог условно фармить рейтинг несколько месяцев, оставаться в топах, быть в лучшем шмоте, который есть за этот рейтинг покупной, и быть каким-то топовичем, которого видели издалека, то в толпе из 60-50 игроков тебя никто не увидит, соответственно, эта игра, наверное, понравится тем, у кого есть целый седьмой Б злых вонюшек, которые такие после школы прибежали, такие, аааа, Маривана тройку поставила, и, бля, надо кому-то лицо сломать, вообще, бля, залетают и начинают ломать форт, вот такая штука, для людей, которые играют размеренно, наверное, эти сборы будут еще реже, соответственно, смысла гриндить на топовый шмот нет, и донатить тем более, ради таких активностей, вот такие вот дела. Этот обзор, как я усказал, является первичным, но, в принципе, мне этого хватило, чтобы понять, я наверняка добил бэкап, если бы мне не заблочили аккаунт, и наверняка пойду играть на глобал, но заранее предупреждаю, что эта игра жрет до хера времени, вам нужно поддерживать персонажа, вам нужно заниматься профессиями, крафтом, фармить голду, и невозможно обойтись без гринда, даже если вы последний донатер, вам, блять, банально, чтобы захватить форт, нужно будет гриндить с гильдой. А если вы с гильдой никуда не ходите, то зачем вам, в принципе, играть в эту игру? Вот такой вот вывод. Пишите, что думаете, с вами был Сильвяс, спасибо за просмотр, подписывайтесь на соцсети, там ссылочки внизу, до новых встреч.